Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос, да, и постараемся ответить на него. Итак, мне 34 года, есть 27, 9 и 3 года соответственно. Естественно, дети во время от времени болеют проститными заболеваниями. Каждый раз, когда у кого-то из них или обоих поднимается высокая температура, я паникую. Ну вот смотрите, дракция детей здесь довольно неоднозначная штука. С одной стороны, это может быть некая пережитая, такая не пережитая до конца. Травмы, когда вы, например, их только родили или вынашивали, были какие-то угрозы, там, потеря ребенка, соответственно. Сейчас вы боитесь, это первое. Второе, это чрезмерная привязка к детям. То есть, ну, вот некая такая эмоциональная зависимость от детей. Вот, из-за вашей направленности реализации через них. То есть, вы сейчас реализуетесь только через детей. Вот. Если это так, то вот эта вот история. Ну и, наконец, последнее, это то, что в целом у вас есть какой-то такой вот страх того, что вы просто не заболеете. И здесь можно говорить о различных аспектах вашей жизни, именно вашей, в том числе и таких, которые, на первый взгляд, кажутся вообще не имеющими отношения к детям. И с которыми вы не согласитесь. Вот. Ну, например, то, что вы не ощущаете себя свободным. То, что вам, может быть, не хватает внимания. То, что вы слишком много на себя берете. В смысле, устаете. В смысле, тяжело вам. Вот. В смысле, много хлопот. Нехватка. Нехватка досуга. Нехватка отдыха. Нехватка релаксации. Вот. Ощущение нестабильности. Ощущение угрозы постоянной и так далее. Вот. Не где там. А именно, именно вот вы сами все это проживаете. Проживаете. И, соответственно, все эти моменты могут усиливать и провоцировать подобные ваши переживания. Здесь есть нюанс только в том, что вы, по сути, никак историю появления вашей проблемы не раскрываете. То есть, вот вы говорите, дети время от времени болеют образцовыми заболеваниями. И каждый раз, когда у них появляется высокая температура, я паникую. Хорошо. Это понятно. Но как это происходило? То есть, вот у вас был старший ребенок. Старший ребенок был маленьким. Да? Маленьким. Вот. Он только родился. Он первый раз заболел. Что там было? Как вы на это отреагировались? Что произошло? Вот. Когда вы вынашивали первого ребенка, что с вами происходило. То есть, все вот эти вот вещи очень важно здесь рассмотреть. Вот. Подавать вам соответственно вопрос. Дальше. Так. Последний раз они подхватили грипп. Температура практически не сбивалась с жаропонижающими. Было очень страшно. Особенно тяжело принять тот факт, что в США, где мы прижимаем, система здравоохранения существенно отличается от той, которой привыкли вы. Ну, если система здравоохранения отличается от той, которой привыкли вы, то непонятно, сколько вы живете. В другой стране это первое. Второе. Не совсем. Понятно. На что вы рассчитывали? Да. То есть, вот. Ну, то есть, тут опять же вот такое ощущение, что сделанный его, за сделанный вами выбор в контексте переезда, вы полностью не отвечаете. Скоро не приедем, так и вызов ребенка с высокой температурой не госпитализируют. А почему считаете, что ребенка с высокой температурой нужно госпитализировать? То есть, там должны быть еще другие симптомы, чтобы госпитализация прошла. Да, так и температура, ну, не повод госпитализироваться. Тем более при гриппе. Вот. Госпитализироваться нет. То есть, что скоро не приедет, да, это безусловно минус. Но, опять же, вы сами выбрали страну, в которой вы живете. Все потому, что страховка не покроет такие страны, они считаются неоправдными. Ну, это реально. Вот, поэтому мне всегда говорят люди, с того, что дети заболеют, а помогут ли врачи в диагностировании болезни, они слабоват. Но, опять же, это ваш выбор. То есть, вы выбрали страну, где лечение. Вот такое, и не совсем понятно, как вы к этому выбору относитесь. Как научиться по-гласовски реагировать на такие стрессовые ситуации с болезнью детей? Ну, разобраться с значением детей для вас. Оно у вас явно завышенное здесь. Вот. Ну, вот, в принципе, так. Такой вот момент. Кудрючев Игорь Леонидович говорил вам про защищенность, которой вам не хватает. Я склонен с ним согласиться здесь, что вы говорите про защищенность, что в ней может быть то же дело. Ну. В любом случае нужно разбираться. Нужно разбираться с вами и, как бы, беседовать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Да, подд naturallyęd ita до 30 лет. Акад intake дорог помогаетbulazona. Нет, это фин phrase права. Но треть или бон interruptñačка не и эст 39 милли economist. На первые далек допустим автомобиль отбросовки вперв agent собрали на этого vote. Продолжение следует...